Такого полного, абсолютного истребления православных святынь, как в Вепской области, даже по Карелии не сыщешь. Вот ведь совсем рядом, в деревне Гибрика, Щелийке, Юксовичи. Главная достопримечательность их, радость и гордость, древние храмы. Как хорошо, что в свое время передали эти территории Ленинградской области. Останься они у нас, да еще в Шелтозерском районе. Давно бы храмов не было. Когда три года назад образовался Шелтозерский приход, для православных не нашлось даже самой маленькой церковки. Пришлось приспосабливать под храм старый деревенский дом. И его-то счастливо были получить. Здесь и совершается сегодня Божественная Литургия. Настоятель Шелтозерского прихода, в ярмонах, до сифеи. Я, как разбойник, исповедую Тя, помяни имя Господи во Царстве Твое. Делай крови Господа и Богу из вас, нашего Иисуса Христа. Прихожайся раба Божия. Примите, воздавними вкусных источника бессмертного вкусите. В Шелтозерском храме сразу замечаешь новый прекрасно написанный образ святого. Это преподобный Иона Ешезерский, уроженец здешних мест, ученик и постриженник великого святого нашей земли Александра Свирского. Незадолго до кончины отец Александр благословил своего ученика на подвиг пустынно жительства. И Иона вернулся на родину. В километрах в двадцати от Шокши родного села преподобного два озера Яшезера и Семное. По преданию было здесь древнее языческое капище, а значит место злое, оскверненное идолами, шатоприношениями, волхованием. Как символ победы добра и света над тьмой поставил преподобный святой крест и сам поселился здесь в одиночестве, отшельником, молясь Богу о милости к людям и спасении их душ. Много лет провел Иона в безмолвии и удалении от мира. Но мало-помалу стали стекаться к нему люди, прося у подвижника духовного руководства. Так возникла Ишезерская пустынь. И первое упоминание о ней находим в 1562 году. Эту дату считают годом основания монастыря. В руинах почти полностью разоренная обитель дожила до наших дней. О восстановлении уже и не мечталось. Это казалось совершенно нереальным. Иеромонах Носифей убежден в обратном. Восстановить не только можно, но и необходимо. Его убежденность передалась уже многим. Конечно же, восстановление этого монастыря, думаю, имеет большое значение для всей власти. Что греха таить? Ведь у нас большое количество памятников буквально в последнее время исчезло, сгорело или пропало от того, что они разрушились. Практически в каждой деревне была не одна церковь. Один из таких страшных примеров – это потеря в последние годы тоже старого храма во имя святого апостола Фомы в Вехруче, где был действительно единый комплекс. То есть это святая роща, храм Рождества Христова, который был построен в начале XX века. И вот этот храм, которого на сегодняшний день уже нет. Остались одни попелища. Время просто уже не терпит. И поэтому, если не сейчас, то потом уже обращаться, наверное, к храму, к этому просто не будет ни сил и ни возможностей. Это один из действительно важных храмов на территории не только Волости, Евгипско-национальной Волости, но и на территории Карелии. Он ведь стоит по времени, да, вот исторической значимости после Воламского монастыря. Закончилась божественная литургия в Шалтозере. И отец Досифей направляется в Яшазера, где ждут его десять энтузиастов, студенты Петрозаводского государственного университета. Бережно всю дорогу на руках везет он новонаписанную икону с изображениями Александра Свирского и Иона Яшазерского, двух дивных святых, что дал вепский народ православному миру. Икона Благоговейна ставится к алтарю разоренного храма во имя преображения Господня. Здесь, в этом храме, под спудом покоятся мощи святого преподобного отца Ионы. Икона Благоговейна ставится к алтарю разоренного храма во имя преображения Господня. Совсем недавно мы рассуждали о том, что как бы хорошо было помочь Ишизирскому монастырю, вот Божьей помощью каким-то образом действительно Господь устроил так, что мы сегодня здесь и приехали для того, чтобы трудиться по возрождению Ишизирского монастыря. Вместе с ребятами из университета, вот как мы говорили уже встречая от предыдущей нашей встречи зимой, вот, ребята, группа ребят из Петрозаводского университета приняли участие вот в деле возрождения Ишизирского монастыря. Сегодня мы подготавливаем, значит, работы для уже профессионалов, а сейчас, так сказать, вот занимаемся такой, может быть, работой по расчистке. Вот, можно сказать, мусорщики убираем тот мусор, который остался, значит, вот от разрушений. И это очень радует, на самом деле, то, что мы стоим у истоков этого дела, что дело, в конце концов, сдвинулось. Мы могли увидеть всех ребят вместе во время обеденного перерыва, когда они собрались у лагерного костра. Здесь встретились с начальником лагеря, Татьяной Александровной Боголюбовой. Группа собирал студенческий правком, они же делали, вот, палатки они закупали на свои деньги, закупали, вот, спальные мешки, коврики, это все новое у них закуплено, инвентарь. И ребята, вот, они организовали, у них было объявление, инициативная группа у нас была. Мы собирали, искали спонсоров, обращались, продукты доставали. И вот, хотелось бы большое спасибо сказать нашим спонсорам, спонсорам, благодаря кому у нас это все состоялось. Просим прощения у Татьяны Александровны и у всех добровольных жертвователей. Но длинный список имен мы вынуждены опустить. Поверьте, всем-всем-всем здесь очень благодарны. Кто-то дал 4 тысячи рублей, кто-то тысячу, кто-то снабдил макаронами, кто-то подарил хорошую аптечку, всем благодарны. И без их помощи ребята не смогли бы приехать сюда. У нас здесь шесть девочек, шестеро девочек, и четверо парней. Но есть девчонка, которая в школе, говорят, учится тоже. Девочка есть, у нас и молоденькая. Просто две сестры, и вторая поехала за ней следом. Сейчас у нас, как бы, наша первая группа, она организатор, то есть организовать лагерь, на который должны приезжать другие группы и работать. Но мы уже, как бы, попутно, то есть у нас тут мужских работ больше, потом мы девочек организовывали, я не скажу, что это, конечно, женская работа, там с ломами и с этими, там есть вот ворота и дорога с той стороны. Они были полностью засыпаны, там обрушены были бревна, потом кирпичи навалены, разбирали эти кирпичи и выносили там рядом дорогу, мы засыпали мусор, убирали. Не только школьница есть в отряде, есть и четырехлетний человек, Володя Боголюбов. Интерию с ним было очень кратким и деловым. Хочешь вернуться домой? Нет. А зачем ты сюда приехал? Помогать буду. Глядя на разруху, что предстает сегодня перед нами, трудно поверить, что еще в начале 20 века это была прекрасная обитель с двумя храмами, колокольней, несколькими братскими настоятельскими корпусами, гостиницами для паломников, многочисленными хозяйственными постройками. Да что говорить, еще в 1986 году архитектор Рывкин, знаток нашего древнего зодчества, со всей ответственностью утверждал, что ансамбль неплохо сохранился, его можно восстановить. Вот его рисунок, сделанный тогда в монастыре. Ищет целый башня ограды. Стоит четверик Благовещенской церкви. Четверик деревянной церкви крепок, констатировал архитектор. Пик разрушений пришелся на 90-е годы. Все деревянные строения сожгли, ломами добывали кирпич из каменных. Деловые люди начали разбирать стены монастырской ограды. Стены красивые, из серого гранита, да из шокшинского парфира. Монахи из дикого камня аккуратные брусочки кирпичей вытесали. Сколько труда в каждый такой камешек вложено. И наши современники тоже трудились. Искали грузовики, пробивались по бездорожью, стены разбирали, таскали тяжелые камни, а потом возводили в своих хозяйствах сараюшку, хлев, свинарник с фундаментом из парфира. Любая страна счастлива была бы иметь такое овеществленное свидетельство духовности и истории своего народа. А нам дороже свой свинарник. К счастью, не всем. Это не разовое предприятие. У нас есть инициативная группа при Министерстве печати. Есть люди, которые новенькие появляются. То есть это предприятие будет осенью в концерты проводиться благотворительно, будут искаться спонсоры. То есть это дело не разовое, это акция. А вот это все будет продолжаться. Ребята тоже приехали, они же трудятся бесплатно. Условия очень, тут очень злые. Машкара вообще вечером это невозможно просто. Я даже встретила уже одного человека, совершенно случайно. Но Господь посылает это не случайно, конечно, все. То есть уже как бы досками намечается. Мы хотим потом, когда все эти работы будут проведены, закрыть щитами вот эти окна, ниши, чтобы внутри монастыря потом снег не попадал и не разрушался. В возрожденной Опкиной пустыне хранится любопытный документ. Пятнадцать лет назад, когда в полуразрушенный монастырь пришли первые монахи, и началась божественная литургия, прибыли в обитель озабоченные специалисты из космического центра. С орбиты были зафиксированы мощные столбы света, идущие из Оптиной пустыни. Так и уехали растерянные. Никаких излучателей световой энергии в монастыре, конечно, не нашли. Православных же это явление совсем не удивляет. Но поднимется ли когда-нибудь столб света из Ешизерского монастыря над Вепской землей? Вспомним ли мы не только о своих национальных костюмах, песнях и танцах, и о своем языческом прошлом, что так охотно делаем сегодня? Вспомним ли об Александре Свирском, Ионе Ешизерском, о веках православия? Пока это все, к сожалению, движется на энтузиазме людей, которые, как сказать, не имеют тех действительно реальных возможностей, скажем, материальных, потому что здесь нужно вложение людей, которые действительно могут... Если поучаствовать в этом, если не физически, то, я говорю, что может быть как-то средствами, материалом, потому что сейчас пока участвуют в проектах люди, вот я говорю, что дети, дети приняли на себя первый удар, как бы вот от... по восстановлению Ешизерского монастыря, к сожалению, пока общество не воспринимает данное начинание, пока это все зиждется именно на тех людях, которым в пору самим помогать. Дай Господь, чтобы находились все-таки люди, которые также присоединялись к этому проекту, который мы уже начали. Мы начали. Я не в смерти преданно будешь жить, и самостоятельно не затворишь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok